Здравствуйте! В эфире же недельные новости Смоленск АЭС в студии Анны Пименова. Мы расскажем о важных событиях из жизни атомной электростанции за прошедшую неделю. Смотрите сегодня в выпуске. Партнерская проверка ВАО АЭС. Презентация экологического отчета атомной станции. Итоги дня охраны труда. Соревнования по ловле рыбы. На плановом совещании с руководителями подразделений директор станции сообщил о работе атомной станции концерна «Росэнергоатом». Текущая мощность 22 047 мегаватт, это составляет 101,7%. О техническом состоянии Смоленск АЭС сообщил главный инженер предприятия. В работе второй и третьей энергоблоки суммарная нагрузка 2096 мегаватт, диспетчерский график выполняется. Выработка электроэнергии за 23 дня октября составила 1,58 миллиарда киловатт-часов электроэнергии. С начала года выработка составила более 19,63 миллиарда киловатт-часов, сверхплана 1,6 миллиарда. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленск АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. На Смоленск АЭС завершилась партнерская проверка Всемирной ассоциации организаций эксплуатирующих атомные станции. В состав команды вошли 22 признанных на мировом уровне специалисты из Словакии, Ирана, Украины, России, Болгарии, США, Аргентины, Пакистана и Армении. Они представляли атлантский, парижский, московский, токийский центры и лондонский офис ВАОС. Во главе с руководителем независимого ядерного надзора Словакии Любомиром Креницким эксперты определяли степень соответствия шести функциональных областей и десяти общепроизводственных областей деятельности Смоленск АЭС, требования международного документа, производственные задачи и критерии их выполнения. Также они акцентировали внимание на двух основополагающих задачах – профессионализме работников и лидерстве руководителей. На заключительном брифинге они представили предварительные результаты. Работники станции были откровенны, нам хорошо здесь работалось, так что впечатления хорошие. По мнению экспертов, опыт Смоленской станции в области производственной безопасности, охраны труда, радиационной и противопожарной защиты, химии может быть полезен другим АЭС. Например, они рекомендуют мировому атомному сообществу обратить внимание на то, каким образом САЭС идентифицирует опасности травмирования персонала во время ремонтных кампаний, как используют визуально-световое информирование для снижения дозовых нагрузок, как применяют стандартизированные измерительные емкости для контроля активности инертных газов и водных смесей, как проводят испытания пожарных рукавов. Области, в которых эксперты увидели резервы для улучшения, касаются проведения целевых инструктажей, наблюдений за деятельностью персонала, работы с ремонтной документацией, использования опыта эксплуатации и других вопросов. Смоленская областная трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений сообщила итоги регионального этапа федерального конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности-2017». Победителем номинации «За развитие социального партнерства в организациях производственной сферы» признана Смоленская АЭС. Экспертная комиссия дала высокую оценку системе взаимоотношений работодателя и профсоюза, которая строится на Смоленской АЭС по принципу единой команды. Более 173 миллионов рублей выделены на охрану окружающей среды в прошедшем году. Эти средства были направлены на охрану атмосферного воздуха и водных объектов, модернизацию основных производственных фондов природоохранного назначения и другие мероприятия. Подробно с природоохранной деятельностью Смоленская АЭС, общественность, педагоги, медицинские работники, представители администрации Десногорска, пенсионеры ознакомились на публичной презентации экологического отчета АЭС за 2016 год в Центральной библиотеке города 18 октября. «Процесс обеспечения экологической безопасности Смоленской АЭС, включая радиационную безопасность, это целый комплекс мероприятий и процедур по выполнению природоохранных и санитарно-эпидемиологических требований с целью предотвращения воздействия на окружающую среду, персонал и население в районе размещения». Смоленская АЭС ежегодно выделяет миллион рублей на поддержание и улучшение экологической обстановки. Только в 2016 году на природоохранные мероприятия было затрачено более 173 миллионов рублей. Радиационная безопасность на Смоленской АЭС и прилегающей к ней территории строго контролируется лабораторией внешнего радиационного контроля. «По многолетним наблюдениям можно сделать выводы, что рационная обстановка в районе расположения Смоленской АЭС не изменялась стабильно и отвечает всем требованиям и нормам в области рационной безопасности. Рационный фон в районе расположения Смоленской АЭС находится на уровне естественных природных значений и за период эксплуатации атомной станции не превышал». Экологическое благополучие территории расположения Смоленской АЭС подтверждает и медицинская статистика. В 2016 году рождаемость составила 11,5 на тысячу населения, в 2015 году 10,9, то есть при том смертность в 2016 году составила 11,1, естественный прирост плюс 0,4. Что касается онкозаболеваемости, то она у нас составила 635 на 100 тысяч населения. Для сравнения по Российской Федерации это 1302, по Смоленской области в 2016 году – 995. По мнению заместителя директора Центральной библиотеки Десногорска Ирины Захаровой, ежегодное проведение публичной презентации экологического отчета – яркий пример реализации принципа открытости Смоленской АЭС и готовности к диалогу с родносторонней аудиторией. Информации очень много. Это материалы в газетах, это материалы на радио, телевидение, это публичные встречи, это слушание. Все это говорит о очень большой и полномасштабной работе Смоленской АЭС, о том, чтобы население очень подробно знало и о работе, и о безопасности станции для населения, и об экологической ситуации. Уверенность становится больше, потому что просто так, скажем, сочинить и написать на пустом месте нельзя. Только после того, как проведены исследования, проведены большие работы, можно выдать такой объем информации населению. И очень хорошо, что издаются книжные варианты этого отчета, потому что это не уходит в никуда, это остается с нами. Мы можем в любой момент обратиться к этой информации, опереться на нее. На Смоленской АЭС подведены итоги Дня охраны труда, прошедшего по теме «Нарядно-допускная система производства работ», «Работа на высоте», «Электробезопасность». Во всех подразделениях станции были проведены проверки в рамках административно-общественного контроля. В текущем месяце проведены обходы в рамках административно-общественного контроля. Был проведен обход под руководством директора станции в электрическом цехе. Комиссии под председательством главного инженера был проведен обход в цехе централизованного ремонта. И комиссии под председательством первого заместителя главного инженера по эксплуатации был проведен обход в производственном технологическом отделе. Все замечания переданы в подразделения для устранения. В целом состояние охраны труда оценивается как удовлетворительное. Все работы запланированы и выполняются в срок. Сегодня также прошла приятная часть нашего совещания. Были награждены работники атомной станции, которые стали лучшими в конкурсе на знания требований охраны труда. И коротко скажу о том, что третье место среди рабочих занял Карпович Дмитрий, третье место среди инженеров-технических работников заняла Светлана Дерибас, это инженер химического цеха. Вторые места завоевали лаборант химического цеха Татьяна Церковная и начальник смены турбинного цеха Федосей Владимир. И лидерами среди рабочих специальностей стал Прудников Сергей, это оператор ГЦН реакторного цеха, и начальник смены реакторного цеха Клочков Алексей стал лучшим среди инженер-технических работников. Клочков Алексей и Прудников Сергей представят Смоленскую АЭС на конкурсе среди уже работников атомных станций на уровне концерна «Росэнергоатом». Боялся проиграть и ударить в грязь лицом перед своим руководством цеха. Также очень приятно, что два первых места заняли именно работники реакторного цеха. Все-таки это, видимо, какой-то показатель, что данный цех стремится и работает в этом направлении. В этот раз условия конкурса были несколько иными. Была изменена форма проведения конкурса. Если раньше было в тестовом режиме, теперь надо было не только дать правильный ответ, но и подтвердить пунктом инструкции, в которой приведен правильный ответ. Данные знания очень ценно в моей работе, потому как я являюсь руководителем трудового коллектива и отвечаю не только за свою жизнь и здоровье, но и за выполнение требований охраны труда, соответственно, за жизнь и здоровье подчиненных мне рабочих. На водоеме охладителей Смоленской станции прошли соревнования по ловле рыбы, организованные профсоюзом САЭС-сервис. Помериться с силами и похвастаться своим уловом нашлось немало желающих рыбаков-любителей. Всегда приветствуем только всех участников, здоровый образ жизни, который хочет у нас провести свой досуг. Наша задача объединить весь коллектив не только Смоленской сервис, но и станционные, организационные, все системы. Это очень экологическое мероприятие, я вам хочу сказать, потому что водохранилище наше чистое, является, наверное, так сказать, первым по Смоленскому области. Вот как раз первая рыба. Организаторы и участники рыбалки уверены, подобные соревнования служат хорошим примером здорового образа жизни и экологического воспитания молодого поколения. Кстати, самому молодому участнику состязаний 8 лет. Вот привел внука рыбачить, мы с ним рыбачим. С дня рождения, можно так сказать. Только пошел внук, так и с дедом на рыбалку ходит везде. Любит, наверное, каждому свое. Он любит очень природу, рыбалку. Самый крупный улов по весу 1060 грамм поймал Эдуард Авдонин, за что получил первое место. Он же поймал и самую маленькую рыбку, размером со спичечный коробок. Второе место у Игоря Бушуева в 730 грамм. Третье место занял Александр Степин в 715 грамм. Он же стал победителем в номинации «Самая первая рыба». А вот самая крупная рыба попала на крючок Владимиру Пирогову. Лещ весом 450 грамм. Победители и призеры получили денежные призы. Остальные участники награждены поощрительными призами. Мне очень понравилось то, что организовало руководство «Смоленское сервис». Я очень благодарен им, что они пригласили мою организацию «Смоленское атомо-техэнерго» на участие в данных соревнованиях. Призовых мест я не занял. В рыбной ловле для меня это участие. Не самая главная победа, а самое главное участие. Ребята «Сай сервис» очень трепетно относятся к нашей природе, к нашей речке, следя, чтобы не было мусора. Я считаю, что в год экологии такие соревнования подтверждают, что у нас есть рыба, что рыба хорошая, ее можно кушать. Из пойманного улова сварили сытную вкусную уху, которую с удовольствием отведали все участники соревнования. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости «Смоленское аэс» с важными событиями жизни станции. Вы можете ознакомиться в официальной группе «Смоленское аэс» в социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассники и Фейсбуке, а также в разделе «Саэс» на сайте «Росэнергоатом». А я с вами прощаюсь. Увидимся через неделю. Хороших вам новостей. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова